образом у них пошло новое летоисчисление. То есть у людей, у людей, у других, у языческих племен, в том же самом Египте, календарь остался прежним, они по-прежнему считали и думали, что, ну вот как они считают, так, наверное, время и тянется, или так оно, вернее, продолжается, но для своего народа Господь определил новое время, новую фазу, и поэтому, когда Израиль вышел, они стали считать уже по новому календарю, по тому, который Господь им определил. И еще вот в 13 главе Исход, там тоже несколько мест, как раз-таки говорит об этом же событии. «И сказал Моисей народу», это третий стих, «помните сей день, в который вышли вы из Египта, из дома рабства, ибо рукою крепкою вывел вас Господь оттоле, или оттуда, и не ешьте квасного, сегодня вы выходите в месяце Авиве». Да, интересно, что Господь еще вот определил, сказал, сказал Моисею, что когда будете выходить, не ешьте ничего квасного. Мы знаем, что продукт, пища, это является основным, так сказать, одним из основных источников жизни, энергии для человека. Когда речь идет о квасном, не квасном, речь идет о тесте, из которого выпекался хлеб. И когда израильский народ жил на территории Египта, они, естественно, выпекали свой хлеб, и, естественно, вот эта была закваска, она символически была нечистой. Таким образом, когда израильский народ выходил из Египта, Господь повелел произвести такое очищение хлеба, очищение теста. Когда они выходили, у них практически уже не было там египетской закваски. То есть, вот эти два момента, они увязываются вместе. Новое летоисчисление и новая форма жизни. Новый источник питания, новый хлеб, новая пища. Конечно, это был прообраз для того израильского народа, прообраз для тех людей, для того времени. И, наверное, они до конца не понимали, что же все-таки это значит. Ну вот взять пресный хлеб, ну вот выйти, ну вот начать заново считать события, дни. Вроде бы уже так привыкли. Представьте, что нам сегодня скажут. Давайте вот с сегодняшнего дня, вот с какого-нибудь дня, знаете, вот так середина месяца, какой-нибудь день и сказать, вот начинаем считать заново. Будем считать, вот это первый день, потом второй день, новые месяца, новые дни, новые праздники, новые порядки. Наверное, будет сложно, да? Но Господь вот именно повелел, отдал такое приказание через Моисея. Таким образом, израильский народ ввел новое летоисчисление по новому календарю. Сегодня мы, конечно, не живем по этому календарю, буквально. Мы живем по григорианскому календарю, мы исчисляем. Вот 2016 год наступил, все друг друга поздравили, и дальше жизнь пошла. Кто-то готовится к таксам, кто-то готовится еще к чему-то. То есть, вот открылась новая страница времени. А по сути дела, в духовном мире ничего же нового не произошло. Вернее, там есть свой календарь, там есть свое летоисчисление или время исчисления. Время поделено на определенные отрезки, и живя как бы на земле, мы имеем или стоим одной ногой уже в вечности. То есть, нам необходимо тоже знать о том календаре, который существует параллельно нашему земному календарю. Или существует какое-то новое время исчисления или летоисчисления. Когда мы читаем послание Коринфянам, 2 главу, то в 5 главе, 17 стихом, записана вот такая фраза. «Итак, кто во Христе, тот новая тварь». То есть, новое творение, новое создание. Древнее прошло, теперь все новое. Все новое. Включая жизнь, включая пищу, включая календарь, включая работу, включая наше бытие на этой земле. Написано, абсолютно все новое. Физически, может быть, человек не изменился. Но мы знаем, некоторые меняются по мере веры. Но здесь говорит автор вот о чем. Что мы стали новым творением. То есть, мы стали абсолютно новыми, если можно так сказать. Вы знаете, когда говорят про инопланетян, что это цивилизация, которая существует там, где-то на каких-то планетах. Так вот, представьте себе, что мы стали новой духовной, божественной цивилизацией. Мы стали новым творением. И уже сказано, что наша прописка уже на небесах. Мы сограждане святым. Представляете? То есть, у нас уже есть духовный документ, в котором записано, такой-то человек уже проживает в Царстве Небесном. Да, пока он еще время какое-то проведет здесь на земле для того, чтобы выработать то, что ему дано. А по сути дела, он уже гражданин неба. Так как он гражданин неба, то, соответственно, он и живет по духовным временам и по духовным срокам. Он живет по календарю Царства Небесного. Да, пока мы здесь живем временно, мы ориентируемся на работу там попасть вовремя надо, в школу попасть, биллы заплатить, таксы заплатить. Мы живем и ориентируемся этим земным календарем. Но наряду с этим у нас есть новый календарь, новое время исчисления. Древнее прошло, теперь все новое. Там уже измеряется не днями, не часами. Там измеряется уже совершенно другими инструментами, совершенно другими мерками. Еще к евреям написано в 4 главе вот такая вещь, в 6 стиха и ниже. «И так как некоторым остается войти в Него, а те, которым прежде возвещено, не вошли в Него за непокорность, речь идет о покое, речь идет о субботнем дне, то еще определяется некоторый день ныне». Он как бы выделен особо ныне. «Говоря через Давида после столь долгого времени, как выше сказано, ныне, когда услышите глаз Его, то есть глаз Божий, Христа, не ожесточите сердец ваших». Вот автор этого послания подчеркивает, что наступит время или день, ну день – это образно, наступит какой-то промежуток времени, который называется ныне. Вот это время, оно еще не закончилось, оно началось от Христа, началось с момента спасения, когда Христос сказал «совершилось», то есть завершилась одна фаза временного бытия, началась новая фаза. Раньше люди жили по одним порядкам, по одним законам, сегодня мы уже живем совершенно по другим законам. Нам не нужно ходить в храм такой физический, каменный. Раньше Господь определял одно место, где человек должен поклоняться и приносить жертвы. Сегодня мы можем это делать в любом месте, сегодня мы это делаем на уровне духа, сегодня мы это делаем в сердце. И Господь сказал, что храм будет внутри, и Господь будет там и жить, и двигаться внутри человека. Христос сказал, что Отец Небесный ищет поклонников, которые поклоняются в духе и в истине. В духе и в истине. Вот эти два крайне необходимых условия. Если только они не выполняются, человек пропускает свое время. Он пропускает духовное время. Он духовно не сориентирован. Некоторые люди думают, что по-прежнему нужно ходить в каменный храм, по-прежнему должны быть какие-то физические материальные атрибуты, без которых служение Богу просто невозможно. Но Господь говорит, поклонение должно быть в духе. И когда это происходит, вернее, с какого времени это началось? Христос сказал, что это время придет и уже настало. То есть некоторые люди, в частности ученики, они уже начинали потихоньку поклоняться Богу в духе. И сегодня же, после того, как Христос умер, воскрес, вот эта фаза времени ныне, она тянется, она идет, она длится. И каждый сегодня должен знать об этом духовном календаре, что сегодня существует вот этот день ныне. Он еще назван как лето спасением. То есть определенный момент, который указывает перед жатвой. Лето – это кончина времени, когда все плоды, в основном все плоды созревают, и уже там хозяин готовит серп, готовит косу, готовит хранилище, куда он будет складывать, готовит место, где будет сжигать солому. Вот эти приготовления сегодня, они в действии. А человек на поле созревает. Это так, в общем, в мировом масштабе. А в частности, каждый человек по-своему движется в физическом этом времени и в духовном тоже. Поэтому, как бы вот накануне или в момент этого перехода от старого года к новому или от старого исчисления к новому исчислению, мы вспоминаем, что существует еще и духовный календарь. Духовный календарь, который определяется как день. Сегодня день спасения, день благодати. Сегодня время этого света, света небесного просвещения для каждого человека, для того, чтобы сделать соответственные изменения. А именно, человек должен воспользоваться светом, воспользоваться этим днем. Помните, была такая басня про муравья и стрекозу, которые вместе жили в одном времени, но стрекоза не воспользовалась своим временем. Пока было лето, пока было тепло, она порхала, летала, пела, а муравьишка работал. Работал тяжело. Викешина у него не было. Он зарабатывал себе продукты на зиму. То есть, как бы жили в одном времени, но не воспользовались. Каждый расценивал по-своему. Сегодня существует день спасения, день благодати. Как долго он протянется, никто из нас не знает. Мы также не знаем, как долго протянется наша собственная жизнь. Мы тоже не можем контролировать и рассчитывать, что я еще проживу 86,5 лет. Мы этого точно не знаем. Знаем, что все это в руке Божьей Господь определяет. И человек в какой-то мере может продлить свою дату перехода или укоротить. Это тоже такие моменты, описанные в Писании. Написано, что Господь не хочет, чтобы человек раньше уходил с этой земли. Он должен не просто прожить биологическую жизнь. Он должен как шестеренка отработать. Он должен что-то выполнить, принести и сделать определенные духовные вложения в свой банк, в духовный банк на небесах. Как это делали ученики, апостолы. Апостол Павел говорит, я бегу, я богатею во Христе, чтобы туда прийти. Ну, как он говорит, не нагим. Чтобы и одетый был, и обутый, и что-то было в духовном банке. Поэтому мы живем сегодня, ориентируясь по духовному календарю. День спасения есть. Если кто еще не спасся, не воспользовался этой возможностью, то, знаете, вот такая задержка, она очень опасна. Мы не можем играть жизнью и смертью. Если вам интересно иметь жизнь вечную, то вы не можете играться. Вот я еще подожду. Я еще как-нибудь посмотрю. Это, знаете, допустим, вы заболели такой легкой болезнью, которая называется рак. И вам говорят, есть лекарство, которое вас освобождает. Да ничего, я еще потерплю, я еще не умер, поэтому я потерплю. Вот в самый последний момент, когда мне останется один день жить, я тогда воспользуюсь лекарством. Представляете, как это выглядит? Ну, вообще как-то непонятно, да? То есть очень странно. Вот иногда люди играются с жизнью вечной, вечно играют со своим спасением именно таким образом. Они говорят, мы еще подождем, подождем попозже. Подожду, когда выучусь, когда женюсь, когда дети вырастут, уйду на пенсию. Когда же у меня останется пару лет, вот тогда я, наверное, обращусь к Господу. Но это не во власти человека. Человек не знает, как долго он проживет, и ему неизвестна дата его смерти. Хотя в исключительных случаях Господь указывал конкретную дату. Итак, мы видим, что для верующего человека и для неверующего человека существует день спасения. Существует ныне. Существует время, которое позволяет человеку перейти из смерти в жизнь. И, кстати, позволяет перейти из тьмы в свет. Смотрите, когда речь идет о дне, то мы понимаем, что светит солнце, и человек видит, ну, по крайней мере, тьмы нет. Вот точно так, в духовной жизни наступил день. Наступил день, когда человек может ясно сориентироваться, куда же он движется. Движется ли он в погибель, или он движется в Царство Небесное, в небеса. То есть, сегодня можно точно узнать, где мы есть. Если человек не знает, значит, он находится еще во тьме. Значит, он еще не перешагнул черту жизни и смерти. Если человек еще не знает, спасен он или не спасен, то ему необходимо обратиться к Слову Божьему за конкретным ответом. И ответы в Писании есть. Телефон на студии 429-7635. Мы сегодня, вспоминая Новый год, вспоминаем о том, что существует духовный календарь. Может быть, вы о нем не знали. Вот есть такая книга Библия, в которой говорится об этом календаре. Говорится о временах, говорится о сроках. И можем открыть Писание и посмотреть, что же все-таки там описывает, как же все-таки Писание описывает те духовные события, которые происходят в духовном мире. И они, кстати, являются основным определяющим. Не так, как мы считаем календарь, не так, как мы считаем, вычисляем математически какие-то дни. И вы знаете, что было уже много предсказаний, математически считали, что в такую-то дату, в такой-то день наступит, ну, придет Христос. Да, вот закончится время благодати. Но люди просчитывались. И людей уже тех нет на земле. А остались только даты, осталась только вот такая негативная слава. Человек предсказывал – не случилось. Предсказывал – не случилось. Естественно, человек не знает, когда это закончится. Но мы можем сегодня определить, что это время благодати есть. Второе послание Коринфянам, 6 глава, 2 стих. «Ибо сказано, вот время благоприятное, я услышал тебя, и в день спасения помог тебе. Вот теперь время благоприятное, вот теперь день спасения». Вы, быть может, встретили календарный Новый год. Хорошо поели, хорошо отметили, пообщались с друзьями. А как насчет вашей духовной жизни? Какой у вас там сегодня день пошел? Вступили ли вы в новую фазу духовного существования? Именно в духовную. Физически мы все живем и считаем каждый день как листочки. Но наряду с этим существует духовное ли это исчисление? И как насчет вашего выбора? Начался ли у вас этот календарь в вашей жизни? Когда израильский народ вышел из Египта, у них этот календарь начался. А египтяне продолжали считать по-старому. Так вот, какой сегодня ваш день спасения? Начался ли он у вас? Может быть, вам три года от роду? Может быть, пять? Может быть, пятьдесят лет? В зависимости, кто когда принял Христа. В зависимости, кто как далеко ушел. Кто-то только принял, кто-то только вышел из Египта. Ему еще предстоит пройти пустыню, а потом перейти Иордан и потом оказаться в обитованной земле. Некоторые люди ходят по пустыне уже и 40 лет и больше, и так не могут выйти оттуда. Потому что по определенным причинам, наверное, не узнали, что нужно перейти Иордан, не узнали, что нужно воспользоваться временем благодати, не узнали, что нужно воспользоваться днем спасения. Христос пришел и вывел нас из Египта не для того, чтобы ходить по пустыне, а для того, чтобы жить в обитованной земле. То есть питаться Христом, насыщаться Христом, восполнять все свои вопросы, все свои проблемы, получать ответ на них только у Христа. Поэтому сегодня день такое напоминание, рабочий день после длинного выходного. Люди, наверное, как-то еще приходят в себя. Я сегодня на работе встретился с людьми и смотрю, что они даже как-то внятно еще не говорят. До сих пор отходят от праздников. Думаю, насколько у людей возникает праздник и переходят в какую-то форму поклонения. Нужен настолько себя, настолько организм замучить, то ли пищей, то ли какими-то напитками, чтобы он еле-еле потом через неделю восстановился. Но у Бога праздники совершенно другие. Когда Господь устраивает праздник, то это радостно, это трезво, это ясно, это приносит добро, это приносит свет, это приносит свободу. Смотрите, когда Израиль вышел из Египта, первое, что они получили, это свобода от фараона, это свобода от рабства. Некоторые думают, что стать верующим, наверное, перейти из одной кабалы в другую. Нет, конечно. Религия – это кабала. Религия – это закон. Религия жизни не дает. Христос дает. Христа можно найти вот именно только там, где Он о себе говорит. Где Он есть? Помните, было такое место, когда Христос со своими родителями пошли в Иерусалим, и там они Его потеряли, Ему было около 12 лет. И когда они ушли, через пару дней, вернее, через день обнаружили, что Иисуса с ними нет, вернулись назад и нашли Его в храме, вернее, они сразу туда не пошли. Они пошли искать Его по Иерусалиму, по улицам, по базарам, наверное, по другим интересным местам, где мальчики могут задержаться. А Иисус им говорит, зачем вам нужно было искать Меня? Разве вы не знаете, что мне надлежало быть в храме? Смотрите, иногда люди ищут Христа не там. Они ищут Христа в Иерусалиме. Они ищут Христа в законе. Они ищут Христа в больших храмах, в больших заведениях, в больших, вот таких, знаете, исторических, деисторические памятники. Там Христа нет. Христос в храме. Христос Христа можно найти внутри себя. Христос говорит, царство придет неприметным образом. То есть оно приходит на уровне мысли, на уровне сердца, на уровне духа. Вот там можно Господа найти. В других местах вы его не найдете. Поэтому, когда Господь призывает к себе, Он призывает к свободе, призывает к ясности, призывает к пониманию. Когда Израиль вышел из Египта, они точно знали, кем они были. Они точно знали, кем они стали. Да, они, может быть, вели себя, ну, как бы сказать, еще не… они не привыкли к свободе. И поэтому их жизнь и поведение не соответствовало их положению. Но сегодня, когда человек получает прощение грехов, он переходит из смерти в жизнь. Когда получает прощение грехов, переходит в свет, в радость, в вечную жизнь. Вот тогда начинается новое летоисчисление. И да поможет вам, Господь, чтобы вы как можно быстрее сделали этот выбор. Почему? Знаете, вот такой еще момент. Может быть, не все об этом думают. Но как мы здесь, в этом мире, рождаемся и духовно развиваемся, рождаемся, физически развиваемся. Точно так человек, духовно рождаясь, развивается. И вот представьте себе, что человек, допустим, вот родился свыше и духовно не растет. Да, календарные года идут, может быть, 20-30 лет прошло, но духовно он еще младенец. И вот наступает момент, когда он покидает свою физическую оболочку и переходит в духовное пространство. Там его встречают не как физического старика, а встречают как духовную личность. То есть, если он духовно не вырос, не созрел, он там будет младенцем. Младенцем будет, маленьким будет. Те, которые здесь уже вложили в свое духовное состояние, в духовный рост, они придут туда уже более зрелыми. Апостол Павел говорит, что он бежал в том, чтобы духовно развиваться, чтобы духовно расти. Он говорит, все почитал за ссор. Представляете, этот человек настолько ясно увидел, смысл духовного роста, что он говорит, все остальное – это мусор. Все остальное – это препятствие, которое он будет преодолевать. Он ни с чем не считался. Для него цель была узнать Христа и как можно больше вырасти духовно. Для чего это нужно было? Апостола Павла уже нет на земле около 2000 лет. Но зато в духовном мире там он есть, там он существует. И там он существует как развитая духовная личность. Я не знаю, сколько там он получит в наследие городов, или стран, или материков, или галактик, или планет. Я не знаю, но он получит очень много. Те, которые здесь родились духовно и не развиваются, им же доверить нельзя будет ничего. Почему? Потому что они не развитые, они младенцы. Доверите ли вы физическому младенцу какой-то сложный инструмент? Нет, конечно. За автомобиль вы его не посадите, не дадите ему быть оператором какого-то, я не знаю, каких-то там инструментов, каких-то приспособлений, каких-то машин. Он просто не разберется. Он просто принесет вред и себе, и обществу. Точно так и в духовной жизни каждый человек должен духовно развиваться. Ну, должен это считать нам, да? Мы здесь растем, мы пытаемся улучшить наш жизненный быт. Вот точно так нам необходимо устраивать наш духовный быт, потому что в один прекрасный момент мы перейдем в жизнь вечную. И там уже увидим себя, какие мы есть, насколько мы выросли. То есть задача верующего человека не только родиться свыше, но и вырасти. Когда Господь выводил Израиля, Он не просто вывел их из Египта и остановил. Он вывел их из Египта, провел через Красное море, провел через пустыню и привел в обетованную землю. Наша сегодня задача двигаться и попасть в обетованную землю через 40 дней, а не через 40 лет. Некоторые думают, что обетованная земля – это уже там, за пределами нашего физического измерения. Нет, обетованная земля – это благодать Христа, это обетование Христа. Если мы ими сегодня пользуемся, мы живем в обетованной земле. Если не пользуемся, если мы только слышим, только получаем прощение грехов, если мы только питаемся манной, это детская пища, то мы еще в пустыне. Да, мы не умерли, да, мы не в Египте, но мы еще не в обетованной земле. Определите себя. Сегодня день спасения, сегодня время благодати, сегодня есть время, когда мы можем проверить себя для того, чтобы узнать, где же мы есть, что же с нами произошло. Вообще-то я живу по новому календарю или еще по старому. Я живу по земному времени или по небесному. Как Господь смотрит на меня? Что Он думает обо мне? И вообще, как я распоряжаюсь своей жизнью? Она не собственная, кстати. Эту жизнь дали нам на время. Физическую оболочку дали на время. И время, которое мы имеем, оно тоже имеет ограничения. Это не наше. Нам это дали в рент. А в конце спросят, как мы это все пустили в оборот. Да поможет нам Господь, чтобы, имея все эти ориентиры, физическое ли это исчисление и духовное ли это исчисление, чтобы мы сделали свой правильный выбор. И таким образом сориентировались в духовном пространстве. Чтобы мы не только вышли из этого мира, чтобы мы не только получили спасение и прощение грехов, но чтобы мы духовно развивались, были не в младенческом состоянии, что символизирует пустыню, а были уже повзрослей. Это уже обетованная земля, когда человек завоевывает то, что дал Христос. Идет война. Сегодня духовно воюют не младенцы. Сегодня воюют духовно мужи. Мужи сильные. Мы знаем, что 20 лет и выше вот эти люди воевали. А остальные сидели дома. Они просто еще питались манной. Это были еще подростки. Поэтому определите себя, где вы есть, чтобы нам точно знать наш духовный рост и где мы движемся по духовному календарю. Время нашей передачи подошло к концу. Хочется пожелать вам благословений, пожелать вам трезвости духовной и физической, у кого ее нет. Хочется пожелать вам выхода из Египта, если вы еще не вышли, воспользоваться днем благодати, днем спасения, воспользоваться тем, что для вас сделал Господь. Принес прощение, принес спасение, принес жизнь вечную, которая начинается уже здесь. Жизнь победы, жизнь в радости, жизнь в свободе от власти греха. Воспользуйтесь этим временем. Господь для нас это все приготовил. Телефон наш после эфира 916-601-1244. Служение нашей церкви проходит по адресу 1511 Деллауэр Авеню в городе Уэст-Сакраменто по воскресеньям в час дня и вторник в 7 вечера у нас тематическое изучение Писания. Приглашаем всех, приходите, с удовольствием с вами пообщаемся, выслушаем ваше мнение и разберем, как говорит Слово Божье. Телефон после эфира 916-601-1244. С вами был Роман Пальников. До следующей встречи. С Богом!